Всем привет! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня мы поймали рой и будем его садить в улей. Сейчас мы формируем гнездо. Если рой выходит в мае месяце, в июне, когда еще не начался главный взяток, мы должны поставить побольше вощины. Мы сейчас ставим получается 6 рамок вощины, а на край всегда ставим медовые или перговые рамки. На краю у нас стоит перговая рамка и к самому краю. Затем мы чередуем суш с вощиной. Ставим вощину. Следующая у нас идет рамка медовая обязательно. И опять чередуем суш с вощиной. Опять ставится вощина. Опять идет у нас суш. Чтобы матка в рое-перваке она сразу у нас сеет, и она у нас сразу приступит к работе. Дальше уже оставшиеся рамки заставляем просто искусственная вощина. Потому что рой-первак или вторак они очень хорошо отстраивают вощину. Здесь еще поставили рамку суши с пиргой немножко такая. Если есть суш, тогда можете ставить больше суши. Если суши в наличии мало, то можно ставить совершенно спокойно вощину. И пчелки роевые ее очень хорошо у нас отстроят. Дальше мы здесь ставим, соответственно, палочки. А сверху все закрываем. Если у вас есть холстики запрополисные, то закрывайте такими. Если нет, то просто берете ткань и сверху все закрываем тканью. Все проверяем, чтобы ничего у нас рамки не сместились. Чтобы везде у нас было одинаковое расстояние примерно. Закрываем домик полажком. А сверху мы ложим такие вот толстые одеяла. Маты. Все закрываем. Вторым. И все, наш домик готов. Осталось только высыпать рой. Рой мы будем высыпать на вот такие вот сходни. То есть пчелы высыпаем сюда. И пчелки у нас будут заходить в домик сами. Можно высыпать через верх. Но как бы это не очень им нравится. Они все-таки любят больше заходить сами в дом. И тогда они себя спокойнее ведут и быстрее приступают к работе. Вот так тихо сидят пчелки. Вот они тихонько сидят. Сейчас мы их отсюда вынесем. Прям вообще тишина такая. Они вот там сидят тихонечко. Тихонечко. Все выносим. Выносим. Выноси их потихонечку. В холодке постояли они у нас. Им даже нравится в холодке, да? Да. Сейчас осторожно вынимаем. И встряхиваем осторожно. Вот они. Пчелки. Прямо на руки у меня прилетели одна. Хоть бы не укусила меня. О, они как каша прямо сваливаются. И все, вот они пошли. Пошли в литок. Это еще остатки. Вот так. Какая кучка. Кучка. Так, это вот выметаем на остатки. На такую раюшку. Вот покажи, Леша, какая она. Из чего там две досточки. Подожди, я сейчас. Две досточки. Третья. И... Как язычок, да? Вот они сели. Так, залазят. Идут потихоньку. Пешочком. Топует. Вот какая кучка. Заходят. Заходят. Пчела вроде большая, похожая на матку. Бегом все в домик. Хотят домой. Так что, проехал, пока. Не обманутся, да? Спасибо. С самого низа поднимаются и идут. Спасибо. 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 Боевые пчелки набирают в клубики нектара и этого нектара им хватает на 3 дня, чтобы они даже отстраивают гнездо им хватает этого, чтобы прожить. Некоторые живут вообще в лесу, чтобы отстроить гнездо, они из родного гнезда забирают много нектара и вылетают. Ну все, пчелки наши залезли в домик, будут обживать домик, строить вощину. Здесь у нас старая матка и она уже с завтрашнего дня начнет сеять, а пчелки с завтрашнего дня уже будут обживать домик и полетят за медом. Ну а всем, кому было видео полезно, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Пока-пока.